Всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Кисель, и сегодня мы с вами будем разговаривать по поводу дрон-станции. Это хреновина, не слабо так, помогает нам в дефе, поскольку враги нападают все чаще и чаще, они начинают атаковать своими плевалками по стенам, по турелям, и каждый раз бегает с одной стороны на другую. Ну такое себе занятие на самом деле, и есть выход, друзья. Есть один хороший выход, это дрон-станция. Так, тут все нормально. Она позволяет пихать дронов и чинить наши турели и все, что находится рядом на довольно приличном расстоянии, что очень сильно помогает. Сегодня рассмотрим, как делать такие дрон-станции в потоковом виде, так сказать, и как устанавливать туда дронов и что-то нужно ставить, чтобы эта штука нам все ремонтировала. Ну что ж, друзья, с вас как всегда лайк, подписочка, а с меня контент. Поехали. И, естественно, давайте-ка посмотрим, что нам нужно для производства дрон-станции. Нам нужна стальная балка, железная шестерня, улучшенная электросхема. Понятно. Давайте-ка прикинем, как мы дело будем строить. Хорошо. Нам нужно сначала обзавестись железными шестеренками. Для этого нам нужно подсосать откуда-то железяку. Да? Да. Давайте-ка вот... Нет, здесь это не получится сделать. Давайте... Где у нас выходит на конвейер красная электросхема? Блин, а их что-то совсем маловато. Пластик, что ли, просел? Походу, да, просел пластик. Сейчас я посмотрю. Блин, да, вроде производится. Странно. Ладно. Давайте впихнем... Подземных конвейеров маловато, конечно. Блин, где же тебя поставить? А давайте пофигать прямо здесь вот, в нем где-нибудь. Нам нужно вывести железо и поставить производство... Железяк. Ну, железных шестеренок. Что мы делаем? Мы берем, собственно, наш железо. Точнее, железные пластины. И начинаем их выводить. Все, железные пластины у нас имеются. Проводим их. Все, это дело у нас готово. Далее выставляем на расстояние 1 эту хреновину. И делаем вывод железных шестеренок. Ставим манипуляторы. Запитываем все это дело, естественно. Все. Так, это давайте уберем. Они меня бесят, если честно. Сделаем посимпатичней, поаккуратней. Все. Выставляем, что мы хотим производить. Раз, два, три. Все. Это дело у нас производится. И подводим. Я забыл про это место. Так, тихо. Вот так вот. Все. Это дело у нас делается. Так, тогда поставил еще один дополнительный заводик. Теперь начинаем выводить сталюгу. Стальные балки, точнее. Так, разворачиваем. И поворачиваем и выводим. Раз. Двесь. Так, тихо, тихо, тихо. Три. Пять. Шесть. Отлично. Теперь. Мы просто наметим. Наметим выход. Так, это дело есть. Нам нужно запихнуть все это, так сказать, в одно место. Сейчас я объясню. Помните схему, в которой в один завод заходят три конвейера подземных и с них уже разбираются? Так вот, нам нужно сделать такую же штуку и пустить остальную балку, железную шерстерню и улучшенную электросхему. А улучшенных электросхем у нас нет. Потрясающе. Ну ладно, мы решим эту проблему. Сейчас мы просто подождем и у нас все саккумулируется. Начинаем выводить это дело и нам не хватит подземных конвейеров, конечно же. Великолепно. Придется подождать, пока они сделаются. Вообще нужно, блин, для них завод поставить на самом деле, чтобы решить уже эту проблему. Так, теперь все, начинаем вести. У нас есть подземные манипуляторы. Блин, почему их манипуляторы, значит, называю? Конвейеры. Конвейеры. Ставим, ставим, выкатываем. Так, и со временем потихонечку они будут ехать. А, тут уже наполнилось даже. Интересно. Тихая. Все. Давайте-ка еще поставим вот так вот. Так просто будет удобней. Все. Потихонечку подъезжают. Теперь мы их компонуем все в такой блок из трех штук. Все, имея в виду материалы. Так, и сюда же ставлю. Ну, а дальше вы примерно помните, как это делается. Все это загружается. Ставится это. Далее завод. Потом снова подземные. Так, еще подземные. Манипуляторы. Так. Завод. Подземные. И еще один заводик. О, влезло. Так, мне нужно парочку этих сделать. Так, еще один. И еще один надо бы. Подрубаем электричество везде. Выставляем то, что мы хотим производить. И все это дело у нас потихонечку, потихонечку делается и будет аккумулироваться в этом железном сундуке. Как-то так. Также нам нужно для всего этого дела создать ремонтные комплекты, которые делаются из железных шерстерней и электросхем. Ну, это дело сделать просто. Давайте просто наберем сейчас железяки. Ну, я думаю, достаточно. И электросхем, которых у нас дофига. Мне кажется, нужно ставить еще либо нефть. Потому что пластик очень плохо идет. Нет, смотрите, он аккумулируется. То есть со временем забьется. Дрон-станция у нас стала готова. Давайте-ка ее возьмем. Все, мы ее взяли. Тем временем сделаем парочку ремонтных комплектиков. И нам нужны дроны, друзья. Нам нужны несчастные дроны. В размере, ну, желательно штучек 50 взять. Ну, так сказать, про запас. Мало ли что будет на границе с кусаками, где стоят турели. Так, бежим, бежим, бежим. Производство дронов у меня где-то здесь повыше. Да. Блин, на самом деле пора все это дело бетоном зафигачить, чтобы нормально быстро бегать. Потому что это меня уже достало. Так, все, дроны есть. И примерно показываю, как это дело будет работать. Берем дрон-станцию. Поставили. Загружаем в нее дронов. Загрузили. Теперь ремонт комплекта ставим. Все, эти дроны будут ремонтировать у нас. То есть, берем стену. Сейчас сначала запитаем это дело. Все, стена есть, дроны есть. Все загружено. Стреляем. Ну, смысл, вы поняли. Учитывая кусок, они, наверное, все за раз не вынесут. Ух, е-мое, сколько здесь положили-то. Е-мое. Они все за раз не вынесут, но будут стараться. И в это время дроны будут лететь все это дело и ремонтировать. Это очень помогает в защите своей территории. А дайте попробовать стрелять без остановки. Они еще и заставляют. Великолепно. Ну вот как-то так, друзья. Теперь вы можете строить в больших количествах себе дрон-станции. Заставить им себе все полностью, всю базу. И в случае непредвиденных обстоятельств прилетят дроны, все починят, все восстановят и все будет у вас хорошо. Ну что ж, друзья, у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Конечно же, в описании под видео будет ссылочка на инстаграм, группу ВК, дискорд-сервер и телеграм-канал. Наконец-таки везде выходит оповещение, когда выходят видосики. Также будет плейлист по факторке висеть. Первый. Там очень много видосов уже отснято. Это 45 или 46 выпуск. В общем, ребят, смотрите. Говорил в остальных выпусках, скажу в этом. Игра мне очень сильно понравилась. И я хочу полностью ее пройти, записывая каждый свой последующий технологический шаг. Чтобы игроки, которые предоставляют эту игру новички, понимали, что делать и всякое такое прочее. Ну, а на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока.